Вы когда-нибудь задумывались, как мы взаимодействуем с окружающей нас средой? В основе этого взаимодействия лежат сенсорные рецепторы, невоспетые защитники наших пяти чувств, зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса. Сенсорные рецепторы — это уникальные клетки наших органов чувств, таких как глаза, уши, кожа, нос и язык. Когда эти рецепторы обнаруживают такие стимулы, как свет, звук или прикосновение, они преобразуют их в электрический сигнал. Как эти сигналы влияют на наше поведение? Давайте рассмотрим пример прикосновения к обжигающей поверхности. Сигнал передается от сенсорного рецептора к спинному мозгу через сенсорный нейрон. Оттуда он передается на интернейрон, который обрабатывает информацию. Впоследствии интернейрон посылает сигнал мотонейрону, приказывая мышечным клеткам быстро отвести руку. Эта быстрая реакция называется рефлексом. Помимо этой немедленной реакции, мозг также хранит эту информацию, запечатлевая воспоминания. Следовательно, после одного ожога руки осторожность в следующий раз становится второй натурой. Но что, если эти сенсорные рецепторы пострадают? Такое нарушение может изменить наше восприятие окружающего мира. Некоторые заболевания могут ослабить чувствительность в некоторых частях тела, например, в ногах. Люди с этим сенсорным дефицитом могут не обращать внимания на вредные объекты, на которые они наступают, рискуя потенциально заразиться. Используя наш предыдущий пример с обжигающей поверхностью, можно сказать, что если сенсорные рецепторы выходят из строя, можно держать руку на пылающей плите достаточно долго, чтобы вызвать серьезные ожоги. По сути, сенсорные рецепторы, хотя и крошечные, и невидимые, незаменимы. Они лежат в основе нашего повседневного взаимодействия с миром, глубоко формируя наш опыт.